Приветствую вас. Для начала я бы вообще поисследовал бы немножечко то, что вы называете любовью. Вот, там как то, что говорите вы, то, что вот вы говорите, да, то, что вы за ним следите, то, что вы там наблюдаете за ним и прочее, прочее. Ну, это на любовь похоже весьма, весьма поскольку-поскольку. Вот, потому что есть ощущение, что вы просто пытаетесь человека как-то, не знаю, ну, как-то удержать, как-то его, значит, не отпустить. Кажется, что вы пытаетесь что-то доказать своими действиями. Вот. И я не думаю, что это прям такая чистокровная любовь. Не думаю, что это прям вот какая-то чистокровная любовь. Без каких-либо примесей. С желанием делать человека счастливым. С желанием обогащать человека. С желанием что-то для него делать. С желанием чем-то делиться для него. С желанием заботиться о нем, беспокоиться о нем и так далее. Хотя, последнее, в принципе, вполне возможно. Но на глубинном уровне, на уровне, если можно так выразить, вот, более, так сказать, под бессознательным, я уверен, что там идет речь о том, что я чего-то хочу. Я чего-то хочу, мне что-то нужно, мне что-то важно, мне что-то необходимо. Вот. И я думаю, если честно, что вот так это работает. И я думаю, что вот примерно, ну, примерно, да, примерно в таком контексте мы, в первую очередь, можем говорить о любви. Дальше. Я люблю мужчину, с которым никогда не смогу быть вместе, у него есть бывшая жена и ребенок. А почему вы не сможете быть вместе никогда, если у него есть бывшая жена и ребенок? Ведь жена бывшая. То есть жена, она не настоящая, она именно бывшая. То есть, вот, что плохого в бывшей жене, как в элементе прошлого опыта, ну, не очень понятно. Вот. Или вы ревнуете к ребенку. И тут моя паранойя, я постоянно слежу всех за ним и за ней, пытаюсь понять, общаются ли они, хотя может понимать, что в моем случае это не имеет значения. А зачем вы пытаетесь понять, общаются ли они или нет? Да, то есть, здесь ревность, здесь прахи, здесь неуверенность в себе, здесь лишний акцент, я так думаю, на мужчине. Вот, здесь некое соперничество с бывшей женой. То есть, это все история про то, как вы себя воспринимаете, это история про то, как вы к себе относитесь, это история про то, как вы воспринимаете свою женственность, свою ценность, свою важность. Вот. 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 Соответственно, такая вот история. Такая вот история. Понимаете? То есть, вот, когда вы говорите, что вы пытаетесь понять, общаются ли они, вы таким образом, значит, компенсируете то, что, то, чего вам не хватает. Вот. Это понять, чего вам не хватает, уверенность в себе, принятие себя или наполненности вашей жизни или удовлетворенности глобальной. Ну, это еще будущая задача. Мозг понимает, что в моем случае с ними, значит, ну, мозг не имеет ничего общего с чувствами и мозг, если он не стоит на страже реализации чувств, на страже реализации эмоций, то мозг, он, в общем-то, довольно бесполезен. Ээээ, скажите, пожалуйста, как мне избавиться от этого и перестать за ними следить? Благодаря снять, чего не нужно, а вот раскрыть подревность, которая лечит важное того, что вы следите, понять, что вам нужно, что вам важно и к чему вы стремитесь, в том числе через мышчину, и вот как-то рассмотреть альтернативные возможности удовлетворения того, что вы хотите. Ну, это вполне реально. Ну, для этого нужна работа, для этого нужно больше информации, для этого, возможно, потребуется какое-то время психотерапии. В целом, вы можете просто поисследовать ревность, вы увидите, что за ревность скрывается с точки зрения психологии, и, соответственно, уже с этим можно будет работать. То есть, вот прийти с конкретным запросом, что вот, у меня проблема, которая выражается внешне в ревности, и, соответственно, вот с этой проблемой я хочу поработать. Ну, там еще проверим, насколько это правда, вот, и, соответственно, я думаю, что психотерапия этот момент исправит. Ну, а длительный зависит от того, насколько вы во все это погружены, вот, насколько ваше сознание гибко. На этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Продолжение следует...